Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова С момента принятия этого заявления гражданин раз и навсегда утрачивают гражданство Украины. Соответственно, у него появляется возможность работать там, где я перечислила. Но есть определенные правовые последствия. То есть гражданин России, который обратился с соответствующим заявлением, он уже не имеет права использовать свой паспорт как гражданина Украины на территории России. Кроме того, внесены изменения в указ президента от 30 сентября прошлого года. Это касается иностранцев-контрактников. В соответствии с данным указом не только те лица, которые заключили контракт, но и члены семей иностранных граждан, заключивших контракт. То есть супруги, родители имеют также право обратиться с соответствующим заявлением. Контракт должен быть заключен минимум на один год для того, чтобы появилась возможность приобрести гражданство. 26 октября этого года вступит в силу федеральный закон о гражданстве Российской Федерации, регулирующий порядок и условия приобретения и прекращения российского гражданства. В соответствии с данным новым федеральным законом 138 появится больше возможности, так скажем, приобрести гражданство у лиц, которые кровно связаны с Российской Федерацией, которые прекрасно владеют русским языком, которые отлично знают нашу историю и законодательство. Предоставление данного документа будет обязательно для всех, даже для участников государственной программы. Раньше, я напомню, у нас предоставляли документ, только подтверждающий владение русским языком. Сейчас обязательно требование знания истории и основы законодательства. Также будут преференции большие для тех лиц, чьи родственники ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации. В пределах государственной границы Российской Федерации в настоящее время.